Здравствуйте, милые друзья и гости моего канала Сад Чудес. И снова мы в моем саду. У нас в Подмосковье стоит жара. Сегодня 32 градуса. Я снимаю рано утром. 7 часов утра. Конечно, очень трудно. Полив уже больше месяца, у нас нет дождей, поэтому полива очень много требуется. Конечно, растениям очень трудно подгорают лепесточки у роз, которые только что распускаются. Распустился вот первый такой кустик принц де Монако. Обильно расцвел. И очень красивое, конечно, сочетание с желтым ирисом и сиреневым. Очень красивое такое. Красивая картинка, которую хочу вам показать. Мне понравилось такое сочетание. А это моя клумбочка с японками. И вот одна из них уже распустилась. Мияби. Это розочка осеннего заказа. Она пришла ко мне из питомника Элит. Они мне дали ее в подарочек. И с этого началась моя любовь к японочкам. Это лаванда, посаженная вместе с ними. Я ее пересадила от других роз. Но ничего, вроде бы, принялась. Остеоспербум начинает цвести. Я вам о его говорила. Пять семян стоили 178 рублей. Какая-то, вероятно, какая-то невероятная, наверное, красота будет. Но посмотрим. Я вам все покажу. Остальные японочки у меня весенние. Начинает цвести Инессаста. Пестрая красавица. Это плетистая роза. Очень красивый кустик. И очень глянцевые листья. Вся в бутонах красоты необыкновенной. У нее самые, наверное, глянцевые листья. А это у меня вот Изи Дас Ит. Необыкновенная красавица. Волнистые лепесточки оранжевого цвета. Такая яркая, вот такого чистого цвета оранжевого. Не выгорает на солнце. Ни лепесточки, ни кончики лепесточков. Прекрасная роза, красивая, такого оранжевого-розового цвета. У нее уже большие, когда лепесточки, они розовые становятся. Перпл Лодж начинает зацветать. Сильный такой куст, конечно. Мощный, бутонов много. Эптайт. Он уже у меня цветет и уже начал отцветать. Дарси Басов во всей своей красе. Красивого, такого малинового цвета. А куст сильный. Прямо стоячий. Начинает зацветать и Чайковский. Мне нравится. Это Гранди Флора. Цветочки очень крупные. Листва глянцевые. Кустик у меня второй год. А это Изи Дас Ит. С другой стороны я подошла к ломбочке. И ее сняла. Конечно, но очень красивая. Очень привлекательная. Такая оранжевая красавица. С волнистыми лепесточками. И очень обильно цветет. Вся в бутончиках. Перпел Лодж тоже показываю еще с другой стороны. Смотрите, сколько бутонов. Сколько бутонов. Он просто весь в огромных бутонах. Переходим к другой клумбочке. Дольче Веллер цвела. Ей жарко, конечно. У нее подпеклись немножко кончики. Лепесточки, кончики лепесточков подпеклись. Ну, так не видно. Но, в общем, конечно, ей очень тяжело. Полтора месяца. Ну, больше месяца. Почти полтора. У нас нет дождей. И полив, и шлангов, конечно, не спасает. А это у меня молодая. Блю Иден. Из Мишкиных роз. Розочка расцвела. Я даю цвести бутончиком, чтобы посмотреть цветочек. Гарден Шпас. Это куст, которому 15 лет. У меня есть молодой, которому 3-й год. А этому кусту 15 лет. Я его кардинально, конечно, обрезала осенью и весной. Смотрите, он весь в бутонах. Конечно, он не такой высокий, как был. Пониже. Но кустик обильно цветущий. И очень, конечно, красивый. Розочка Хамелеон. А это Пол Скарлетт. Плетистый рядышком посаженный. Это у меня две розы, которые посажены очень-очень давно. Но вот уже 15 лет я их посадила самыми первыми. И они вот до сих пор у меня живут. Я все хочу как бы от нее уже избавиться. У меня есть другой куст, но не могу. Потому что она так красиво цветет. Такой шикарный куст. Очень благодарная роза, красивая, солнечная, с легким ароматом. Смотрите, она вся в бутонах. Вот просто миллион бутонов на ней. А теперь о гортезии поговорим. О моей крупнолистной гортезии розового цвета. Я ее укрываю, под землю закапываю. Многие мне написали, что именно таким моим способом они добились и у себя цветения гортезии. Поэтому я так думаю, что стоит попробовать. У кого гортезия не цветет. Она у меня цветет на побегах прошлого года. Поэтому все побеги мне нужно, конечно, сохранить. Куст такой, видите, большой. Такой компактный. Ну, я его, конечно, подвязала. И очень-очень много, конечно, цветоносов. И подкармливаю я их уже второй год вот таким удобрением. Для гортезии удобрение. Очень хорошее. Вот там есть весна, лето и осень. И есть еще иммунные там вот пакетики положены вот в эту коробочку. Вот сейчас я подкармливаю весна, лето. Вот иммунными препаратами я уже один раз подкормила. Вот второй можно раз, чтобы они сохраняли цвет, долго цвели. Удобрение очень такое хорошее. Я заметила, что вот как-то обильно цветет. И здесь написано даже для улучшения зимостойкости. И с микроэлементами удобрения цветет жасмин. Как же он цветет? Он у меня высокий. Около яблони. Конечно, запах, запах обалденный по всему саду. Но его надо, конечно, вырубать. Он тут, конечно, отвоевывает все больше и больше территорию. Зацвела розочкой квадра, плетистая. Она у меня у крыльца. Очень хороший сорт. Глянцевые листа. Вот цветет, видите, один из первых. Очень красивые цветочки, крупные. Хорошо зимует, не болеет. И красивый куст. Весь в бутонах. Сейчас проглядывала розы, смотрю тля. А лотаром срочно опрыскиваю. Вот две недели назад опрыскивала. И опять опрыскивать надо. Я опрыскивала со скором. Цветет абриетта еще у меня. Но надо ее срезать. Всего доброго, мои дорогие. Пишите. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы мы с вами не потерялись. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok